Реутовчане О том, что происходит в Реутове, узнавали из ежедневных выпусков. За 15 минут удавалось рассказывать об одном или двух основных событиях. Подробно сообщать о том, что меняет это событие в жизни каждого реутовчанина. Пытаться прогнозировать, как оно изменит ситуацию в городе. Здесь начинали не профессионалы. Не было профессионалов, которые бы с уверенностью могли сказать, что у меня там за плечами огромный опыт работы в телевидении. Это особенность местных телекомпаний, региональных многих телекомпаний, что начинают энтузиасты своего дела. Которые начинают с нуля, пытаются во всем разобраться, научиться снимать, научиться монтировать, научиться делать все те вещи, которые необходимы для того, чтобы людям давать информацию. Техника полупрофессиональная. В штате телекомпании всего 4 человека. Но новости выходили и завоевывали свою зрительскую аудиторию. Было очень тяжело. Народу было мало. Денежек не было. Аппаратуры не было. Это все доходили сами. Специальное образование, естественно. Ни у кого не было. Вот это сейчас мы обросли там всякими корочками, там всякими удостоверениями, там грамотами и прочим делом. А тогда начинали методом проб и ошибок. Очень помогали коллеги. Я ездил по различным студиям подмосковным. Потому что начинали практически в Подмосковье. Все студии, можно сказать, почти одновременно. Когда только створки открылись для этого, так все начали. То есть это и Королевская телевидение, и Дмитров, и... Как он? Господи, господи, господи. Уж города себе даже перепутся. А, ну, Долгопрудный, незабвенный, конечно. В Химках ездил несколько раз. В общем-то, дружили. Вот. И через них, кстати говоря, контакт был и с Останкиным. То есть уже с чистыми профессионалами. Началось все с инициативы администрации. И идеи, которую в жизнь пришлось воплощать доступными способами. Люди работали с энтузиазмом и душой. Только так и можно работать на региональном телевидении, где имеешь дело не с безликими замерами рейтингов, а с конкретными людьми. Телефонный человек звонит и говорит, вы знаете, а меня вот заинтересовал такой вопрос. И ты понимаешь, что да, в принципе, правильно, этот вопрос действительно на сегодняшний день актуален. Давайте по нему поработаем. Пытаемся сделать, пытаемся разузнать все, пытаемся все понять, разобраться в проблеме, если она существует. Постепенно телевидение обрастало новой техникой и опытом. Другая студия, другие лица канала. Концепция прежняя. Мы говорим о том, что может заинтересовать и что каждый день волнует риутовчан. Концепция новостей на нашем канале, как и на любом другом региональном, она заключается в том, что мы всегда говорим о событиях, о которых хотелось бы знать людям, о которых они могли бы узнать, и о которых неплохо было бы знать. Я бы так разделила наши новости, наши события, о которых мы говорим. Ну и, собственно, мы всегда там, где что-то происходит. Телевидение в риутове, оно рядом с жителями. Оно не... Ну, как говорят про идеальный брак, когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Но вот мы смотрим в одну сторону с риутовчанами, и я считаю, что у нас, у нашего канала идеальный брак с этим городом и с этими жителями. Сегодня новости риутовского телевидения – достоверная и точная информация о событиях. Их подают объективно, готовят единой командой. Все это наследие прошлых 13 лет развития. Добрый вечер. Все о том, что происходило сегодня в Риутове, в выпуске городских новостей в студии Ирины Романова, в начале о некоторых темах выпуска коротко. Доброго вечера и хороших новостей желают ведущие риутовского канала. Правда, новости только хорошими не бывают. Несколько раз мы обращались. Нам говорили в понедельник, значит, что на этой неделе вам телефон будет установлен. В пятницу звоним. Значит, сначала мне сказали, что у нас не было контактных телефонов в договоре. Хотя у нас там два контактных телефона – мужа и мой. Затем, значит, нам сказали, что у них нет аппаратуры или… Я не знаю, что у них нет. Я говорю, зачем же вы тогда собираете деньги, если у вас нет оборудования. Команда новостей работает целый день, чтобы выпустить в эфир 15 минут. И так ежедневно. Отсмотр кассет с отснятым материалом, написание текстов, монтаж и снова съемки. Камера, кассета, микрофон. А самое главное – фантазия и любовь к работе. Все это с собой. Правда, в сумку не положишь. Здесь делают новости о людях и для людей. Неинтересных тем не бывает. Есть глобальные события, которые мы можем посмотреть на федеральных каналах. Но в маленьком городе происходят такие события, которые, казалось бы, с точки зрения большой политики или большого телевидения, они кажутся маленькими. Но на самом деле это огромная проблема для каждого отдельно взятого человека. Куда еще с ними обратиться, как не на телевидение? Мы делаем новости для этих людей, у которых возникают эти проблемы, и вместе пытаемся их решить. Я думаю, это самая главная задача, которую мы выполняем. Ежедневно поступают звонки телезрителей. Это главные корреспонденты службы новостей. Чаще это коммунальные проблемы. За их решения берутся самые активные жители Реутова – пенсионеры. Жильцы дома номер 7 по улице строителей три месяца жили без лифта. Сегодня соседки с девятого этажа вспоминают это время как страшный сон. На улицу тогда вообще не выходили. Пешком спуститься здоровье не позволяет. Говорят, хорошо, завтра мы придем, сделаем. Завтра раз, завтра два, завтра три, завтра полгода. И все так. А вот теперь телевидение приехало. Мы, конечно, ему объяснили, все сказали, люди помогли. Конечно, мы вам очень благодарны. А в этом подъезде после приезда съемочной группы навели порядок. Такие стены встречали жильцов целых полгода. Теперь даже выйти приятно, говорит Елена Туликова. Вам помогло телевидение решить? Очень даже. Как только обратились, моментально пошли нам навстречу. И сейчас у нас отремонтировали подъезд. Чистота и большой благодарности за это. Если бы не телевидение, то, может быть, до сегодняшнего дня бы в такой грязи жили. А эти жильцы по вечерам вообще из дома боялись выходить. У подъезда хоть глаз кали. Тоже собрались и съемочную группу позвали. Ситуация изменилась. У нас не было света уличного. И было как-то опасно ходить. Вечерами темно, особенно зимой. А теперь нам помогло телевизионное. Спасибо. Мы имеем освещение. И как-то стало хорошо. Чтобы всем стало хорошо, задача практически невыполнимая. Но коллектив риотовского телевидения старается. Каждый корреспондент во время съемок – еще и экономист, политолог, педагог. В зависимости от темы сюжета. И всегда без исключения психолог. Вообще люди не всегда идут на контакт, поэтому приходится применять разные методы, чтобы как-то их расположить в себе. Но прежде всего, это, конечно, ты должен быть сам расположен к человеку, чтобы он видел твою доброжелательность в отношении к нему. У каждого свой темперамент, у каждого свои какие-то черты, у каждого даже свое настроение. Вот если у человека, например, плохое настроение, он может отказаться с тобой говорить. Этот же человек уже в другой обстановке, может пойти с тобой очень легко на контакт. Например, зеркальный метод – это принять ту же позу, в которой находится твой собеседник. Тогда уже будет легче, он будет расположен к тебе, увидеть, что ты находишься в таком же положении, что и он. И, в общем, будет так. И никогда нельзя ставить себя выше своего собеседника. Это тоже очень важно. У оператора на съемочной площадке задача не менее сложная. Не только рассмотреть видоискатель – все, что скрыто. Нужно с техникой пройти, а то и пролезть там, куда обычный человек не заглянет. Тяжелая работа морально. О физической стороне редко говорят. Смотря что именно потяжелый метод. Если носить камеру и штатив, который весит около 15 килограмм, можно сказать, и да, и нет. Бывает тяжелее. Монтаж – заключительная и самая важная часть подготовки к эфиру. Наталья Данильчева примерила на себя практически все телепрофессии. Остановилась на этой. Здесь тоже есть подводные камни, между которыми приходится лавировать. Программа – это занимается режиссер. Там просто задача ставится, и я ее выполняю. А сюжет – сюжет. Мне приносят текст, приносят съемку. И тут я уже сама решаю, как расставить кадры. Согласовать расставленное с корреспондентом и редактором и можно в эфир выдавать. Конечный продукт триутовчане получают из этого помещения. В эфирной студии людей немного. Но они в конечном итоге и определяют, как и в каком качестве получат триутовчане информацию, которую собирали в течение дня. От каждого человека в этой команде зависит, насколько слаженным будет весь механизм. Темп работы команды муниципалитета. Вот главное, что должны передать городские новости, считает главный редактор Юлия Абдулаева. Допустим, не работает кран у бабушки, она обращается к коммунальщикам, на ее обращение не реагирует. Что делает? Последняя инстанция – телевидение. Мы помогаем ей и, соответственно, помогаем руководству той же самой коммунальной службы найти корень проблемы. И, соответственно, вот это соединение несоединимого. Получается, что мы работаем вместе, все работаем, мы работаем единой командой. Единой командой с городскими службами работаем на решение проблем, которые возникают у лиутовчан. ТВ «Риотов» – это не только новости. Это своеобразный клуб по интересам в рамках художественного вещания. Каждый день в эфир выходят развлекательные, познавательные, научно-публицистические и общественно-политические программы для детей и взрослых. Диалоги о здоровье – это всегда актуально. Как лечиться и, главное, не болеть. Об этом стоит поговорить во всех подробностях с разных точек зрения. Здоровый образ жизни. К диалогу и профилактике заболеваний активно подключились и зрители. Живой разговор в прямом эфире – это всегда интрига. Потенциальные пациенты могут задавать самые неожиданные вопросы. Вопросы об экстремальных видах спорта, новых направлениях в музыке, моде. В общем, обо всем, что сегодня интересует молодежь, можно задавать в другой программе. Патефон постоянно меняет формат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каком направлении двигаться, сама молодежь подсказывает. В январе 2006-го даже круглый стол по вопросам молодежного телевидения организовали в 6-й Риотовской школе. Телевидение нового типа, по мнению современного зрителя, это не только новости из мира отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Нынешнему поколению молодежи интересны звезды городского масштаба, которых видишь и с кем общаешься каждый день. А я хотела спросить, может, сделать такой выпуск, передать о людях и о школьниках, которые уже достигли что-то, просто достигли за счет своего обучения. Вот спортсмены, я слышала, но я не знаю, чтобы нам, молодежи и просто жителям нашего города, они смогли узнать. И с той, и с другой стороны рациональное предложение. Обе ищут точки соприкосновения мнений. Чаще улыбаться в кадре, быть аккуратнее жестикуляции, не бояться экспериментов с внешностью и с тематикой программы. Вот некоторые из пожеланий школьников. Если нужно, они готовы прийти на помощь и стать ведущими своего шоу. Мы хотим, чтобы нам дали шанс самим, может быть, за место вас вести передачу, чтобы как-то приблизиться к той работе, которая нас действительно интересует. И вот именно наш проект, он заинтересован в этом, и мы теперь хотим добиться, чтобы теперь мы вели сами передачу, и как раз-таки наши темы затронуты о проблемах молодежи. Анатомия, выбор, ваше право, кто на лавочке сидел. Без новых программ ни один телесезон не обходится. В сентябре прошлого года риутовчан начали погружать в новейшую городскую историю. Каждый четверг в 20.05 в эфире городского телеканала программа «Риутов вчера, сегодня, завтра». Самые актуальные, самые интересные, диктуемые временем и, конечно, самим зрителям темы. Важно рассказать не о том, что известно всем, а открыть новые факты, новые лица. И это почти всегда удается. Программа будет интересна новым жителям города, потому что тем, кто не наблюдал вот эти изменения, у кого они на глазах как бы не происходили. Но и для тех, кто давно живет здесь, это тоже, наверное, погружение в какую-то историю, в какие-то воспоминания, которые там где-то в глубине души. Никаких ограничений. На свою сторону городские телевизионщики пытаются привлечь даже самых маленьких. Каждый день в одно и то же время приглашают юных жителей города попутешествовать в сказку. У ведущих этой программы самый замечательный зритель. Замечают все неточности и недоработки. Поэтому запись каждой программы начинают с детального обсуждения всего, что будут делать. В новом сезоне программа сменила ведущих, название и концепцию. Раньше детей учили что-то делать своими руками. Целевая аудитория была все-таки ребятишки от школьного возраста, скажем, лет от шести и до десяти. Те дети, которые уже сознательно что-то могли сделать своими руками. А целевую аудиторию этой программы мы решили немножечко расширить. Это все-таки ребятишки совсем маленькие могут смотреть, им будет интересно. Страусята, жучки, паучки, герои спектаклей стали настоящими друзьями маленьким риутовчанам. Они с экранов телевизоров смотрят, но и вживую с ними можно пообщаться. А это заставка программы ретро. Каждую среду ведущий встречается в студии с известными исполнителями. В этом сезоне у нее новый имидж. Десятки вариантов и только один из них будет воплощен в жизнь. Так создаются заставки для программ. Нужно, чтобы и красиво было, и с названием сочеталось, говорит инженер компьютерной графики. Бывает от светлой мысли до ее реализации всего пара дней. А иногда и недели не хватает на то, чтобы 30 секунд сделать красивыми. Ну, в голове начали создается какая-то маленькая идея. До конца ее дорабатываем уже всем коллективом. Один подскажет, второй подскажет. Такая общая мысль созревает. Каждый подходит, смотрит, советует. Я уже потом иду как инструмент. Каждому сезону что-то новенькое. В сентябре 2006-го заработал сайт Риотовского телевидения. Спустя всего месяц он оброс новыми рубриками, информацией и постоянными пользователями. Сегодня у нас открытие страниц на сайте было 5 980 раз. 5 980 раз открывались страницы. Об этом говорит один из счетчиков. А другой счетчик мы поставили совсем, правда, недавно. Но вот буквально за час где-то, да, с утра, то есть там с 9 до 10 уже на сайт зашло 7 человек. Постоянные посетители сайта читают и смотрят новости, обсуждают их в форуме, заводят новые знакомства, делятся впечатлениями и критикуют. Это уже неплохой результат. Ведь если критикуют, значит есть зрительский интерес. Если вот, что-нибудь там откроют форум, посмотрят, там очень много имен, ников, под которым подписан гость. То есть человек, который не прошел регистрацию, но при этом имеет возможность писать. Не на многих форумах это существует, у нас такая возможность есть. А еще у телекомпании есть возможность получить полную картину того, что происходит в Риотове и донести информацию до зрителя. Те, кто не могут вовремя включить телевизор, имеют возможность в любое время узнать, что в городе происходит или происходило. Архив сюжетов будут хранить год. Гораздо больше времени сайт будут модернизировать. При этом ориентироваться будут и на пожелания интернет-зрителей. Уважение профессиональных зрителей коллектив телекомпании уже завоевал. Каждый год берет призы в журналистских конкурсах. «Нам здесь жить» проводимый под председательством депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина – один из них. Территория охвата – вся Россия и даже страны ближнего зарубежья. Изменились не только состав и количество участников, изменилось качество материалов. «Наверное, это связано с тем, что журналисты почувствовали вкус своеобразный, почувствовали уровень работ, которые представляют на него и стали более четко, более творчески подходить к тому, что они отбирают для того, чтобы их оценили коллеги, оценили члены жюри». Официальная часть – хлеб-соль общая для организаторов и футболистов, подъем флага и минута молчания. Этот отрывок из сюжета о мини-футболе. Его автор, главный редактор телекомпании «Риотов ТВ» Юлия Абдулаева удостоена первого места в номинации «Быстрее, выше, сильнее». За независимый взгляд и профессионализм – диплом победителя и статуэтка. 13 лет муниципальные власти и телевидение работают в рука об руку. Вместе развиваются, вместе идут вперед. Чем больше денег поступало в бюджет, тем качественнее подавалась информация об этом. До появления местного телевидения риотовчане жили в информационном вакууме. Теперь они знают, как развивается город, куда идут местные власти и даже могут дать свои рекомендации по дальнейшему развитию телевидения. Новости смотрелы. Ну, а пятница до пятницы. А что вам нравится? Что бы вы хотели извинить? Я бы добавила музыки. Вон детям мультиков побольше. Чтобы больше новостей риотовских показывали, что где строится, что где будет открываться перспектива города нашего. Ну, может, побольше обзора по нашему городу, новостей, что-то такого. Было бы тогда интереснее смотреть. Потому что мало действительно новостей про наш город. В основном про Подмосковье что-то. Мне все нравится. У меня нет такого, чтобы мне что-то не нравилось. Телевидение? Нет, телевидение молодцы. Все секреты телевидения не раскрыть. Да, наверное, и не нужно. Ведь телевидение – это таинство и тайна. Совсем не тайна сегодня направление, в котором движется риотовское ТВ. Планов громадьё. Самое главное сейчас, над чем мы хотим работать, первое, это мы хотим работать над расширением коллектива. Как только у нас увеличится количество сотрудников, мы сможем реализовывать наши планы фантазийные, скажем так. Сейчас мы работаем для детей, сейчас мы работаем для людей старшего поколения, конечно, это в основном зрители программы «Выбор», программы «Диалогия здоровья». Мы работаем для людей среднего возраста. Это программа «Риотов вчера, сегодня, завтра». Новости, как правило, смотрят именно активные работающие люди. Но у нас, допустим, остаётся неохваченный такой довольно широкий слой населения, как молодёжь. Да, у нас есть молодёжно-развлекательная программа «Патифон», но мы хотим расширить круг молодёжных программ. Это тоже в наших планах. Каким стало телевидение Риотова за 13 лет? Стоит ли об этом вспоминать? Ведь это живой организм, который каждый день меняется. Далеко идущие планы воплощают в жизнь день за днём. День за днём выполняют свою работу. Вот главный залог успеха и зрительской любви. А ведь это и есть адекватная плата за труд, говорят телевизионщики. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин